МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мы не можем объяснить, какой смысл в том, что Октябрьский проспект расширяется. Объяснить, что к чему вызвалась представитель компании, подрядчика Лилия Нуштаева. Реконструкция – это то, что Октябрьскому проспекту градостроительная земельная комиссия прописала. Дорожная артерия города не справляется с потоком машин. Многокилометровые пробки – в доказательство. Решить проблему призваны пять этапов реконструкции. Первый проведет спецтехнику от улицы Власова до поворота к Люберецкому ДК. Дорогу расширят и построят путепровод. В границе первого этапа входит сам непосредственно путепровод, устройство семи автобусных остановок. Часть из них будут временные, остальные на постоянной основе. И два новых подземных пешеходных перехода. Мемориалы не пострадают. Реконструкция Октябрьского проспекта не тронет вечный огонь и памятник Юрию Гагарину. Впрочем, скульптура космонавта переедет на новое место. А вот собственникам земельных участков, которые встанут на пути строительства, придется ими пожертвовать. Что касается тех землепользователей, которые попадут под снос, под изъятие, после того, как будет досогласован проект планировки территории в сегодняшнем году, в 2019-м, выйдет распоряжение об изъятии, и мы сможем разместить публикацию на средствах массовой информации и начать переговоры с юридическими лицами о сумме компенсации. Реконструкция Октябрьского проспекта вызывает много вопросов. Еще большая работа компании «Мособл ЕРЦ». Сравнительно недавно лицевые счета жителей округа вошли в систему оплаты за услуги ЖКХ через расчетный центр. С тех пор плательщики сталкиваются с неточными суммами в квитанциях и несвоевременной отправкой единых платежных документов. Компании эти погрешности связывают с непростым процессом отлаживания работы на новой территории. «Сам процесс, безусловно, ввиду большого массива передачи данных, а это свыше 100 тысяч лицевых счетов, в другую совершенно информационную оболочку, влечет за собой некие шероховатости. Ничего сверхъестественной территории Люберец не произошло. Оплата за жилищно-коммунальные услуги должна быть в объеме тех начислений, которые присутствовали до этого, то есть, скажем, за июль-июнь месяц». Глеб Латыпов отметил, что сейчас в Мособл ЕРЦ работают над решением проблем. Пока рабочие процессы не будут полностью отлажены, никаких штрафных санкций к жителям округа применяться не будет. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.